Отец Сергий, журнал «Партистантской церкви» Он наш давний друг Мы уже проводили несколько семинаров Я знаю, что эти диски Они очень даже распространяются И есть люди, которые меня видят впервые Смотрят, смотрят на меня Выгод с Живавлевым знакомым Я говорю, да, что такое? А, вспомнил, он у нас проводил семинар «История церкви» Где-то я вас видел Я точно знаю, что я у него не брала в долг и в принципе То есть никакой крамольности не должно быть Но, слава Богу, давно, конечно же Сколько уже прошло? Лет пять? Так что? Нет, вы что? Не рвите мое сердце Да, 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 я тоже так спят, спят На том, что запечатываюсь на всякий случай Четыре или пять? Да, это четыре года Четыре года Пять Шесть А, Назар тут Да, 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 у нас фотография Назар был совсем маленький Да А ему сейчас шесть Пять Пять Вспомнили Ну вот общими усилиями Как хорошо, когда в теле Христа столько памяти С совместными усилиями мы вспомнили Слава Господу Я передаю вам микрофон Слава Богу Слава Иисусу Христу Да, дорогие друзья, разобрались Что давненько уже у вас не был На самом деле Ростов-на-Дону Вспоминали мы часто Потому как я приезжал с Таней Со своей средней дочкой И в общем так получалось Что я детей беру С собой в поездки иногда Какие-то Но вот так, чтобы С одним ребенком Это не часто И вот с Таней Это была, наверное, пока единственная поездка такая Когда мы вдвоем С ней куда-то вырвались И она до сих пор вспоминает Эту поездку бывает И так что И пастора, и всех-всех Благоставляем Очень приятно быть снова здесь И в эти дни Я проводил семинар Сегодня будет завершение Вот в пять часов Через пару часов Начало будет Последней части этого семинара Это семинар Израиль и Церковь Церковь и Израиль Вчера, сегодня и завтра Вообще Семинар уже как бы Уже заканчивается сегодня Но такое ощущение Что я к нему даже еще не приступал Тема очень сложная на самом деле Очень непростая Это почувствовалось сразу Еще с того момента Когда мы с пастором Александром Договаривались об этом еще только Это чувствовалось во все эти дни И сегодняшним днем Знаете ли Я думаю, что все-таки начало Оно произойдет В конце Самое начало Этого семинара Потому как Затрагиваем В этом семинаре И я, и все участвующие В этом семинаре Молящиеся за этот семинар Приходящие на семинар Интересующиеся Этой темой вообще Размышляющие об этом Мы затрагиваем Как бы больной нерв Христианства Наверное Самый проблемный зуб Если брать Языком стоматологов Значит, как раз Именно Вот Антисемитизм В теле Христа Есть Некоторые проблемы И порой Такие Огромные проблемы В теле Господнем Мы знаем Это из притча Иисуса Христа Не только хорошее Растет На огороде Царства Божьего Не только доброе Семя Растет Которое посеяно Изначально Самим Богом Но и много сорняка Особенно тогда Когда лидеры просыпают Когда лидеры Не бодрствуют Приходит враг То есть Те, кого Бог поставил Сторожами Пророки Учителя Апостолы Когда зевают В этот момент Враг не дремлет Он ищет лазейку И чтобы бросить Хотя бы горсть Но этих плевел Которые поначалу Похожи на Злак добрый Но когда уже Все начинает Уже колоситься Там уже понятно Это не доброе Это плохое И знаете ли И здесь с претензиями Господу бесполезно Обращаться Мол Как так Нехороший ли ты сеешь Это же Царство Божье Царство Небесное Это же Церковь Христа Как же в Церкви Такие антицерковные Антихристианские Явления происходят Как же такое может быть В Церкви Бесполезно Здесь Господа обвинять Нет Он говорит Это враг посеял Это не я Это враг посеял А вы проспали Но Желание Прополоть Огород Царства Божьего Есть у учеников Но Господь Он удивителен Он Он неповторим просто Он рассуждает Не как человек Он как Бог Он говорит Пусть растет И то и другое Он дает всем Даже самым последним Сорвякам В Царстве Божьем Стать хорошим злаком Он дает возможность Знаете ли Покаяться всем Я помню Свидетельство Одного бывшего Чекиста Засланца Такого КГБ В религиозной структуре Имплантант Такой был внедрен Их много Тогда Внедрялось В 60-е 70-е годы Особенно По борьбе С религиозными Организациями И он занял Одной из Руководящих должностей В Церкви Пробился Используя Компромат На некоторых Служителей Используя Ну много Использовалось Негодных Таких методик Чтобы пробить Этих лжебратьев Волков Надевших Овечьи шкурки Закончивших Семинарий Порой Но именно Реально Чекистов В рябасах Или без ряс Или в костюмах В пиджаках Кто был протестантом Был в баптистском братстве Вначале он Занимался Выявлением сети Баптистских Нерегистрированных Церквей И там его Вычислили Одно время И он тут же Перешел В регистрированное Братство Чтобы там Продолжить свою работу Значит И Ну я не буду Рассказывать Я скажу что Он покаялся Еще было Советское время И его Могли за это Ликвидировать Физически Как ликвидировали Одного Покаявшегося Чекиста В Грузии Который Был в союзе Баптисты Писатники Который Покаялся Он был В совете Пресвитеров Но он Конкретно работал Сдавал братьев Значит И Был имплантантом Но он покаялся Однажды И Вначале Писал Такие Левые отчеты А потом Вообще Сказал Комитетчикам Что он Нет Он христианин Да ладно Брось Ты что Вжился в роль Да Он христианином Стал Как Вспоминаю Еще другого Параллельно Еще одного Бывшего В Римской империи Одного Клоуна Который Артиста Который Просмеивал Знаете Между Гладиаторскими Боями Между Бросанием Христиан Ко львам Между Кровавыми Зрелищами Такими Были и Такие Развлекательные Зрелищи Выходили Клоуны Артисты Стихи Смешки Развеивали Знаете Чтобы толпа Немного Ух Посмеялась А потом Снова Адреналинчик А потом Снова Кровушку Пустить Вот это Как бы было Хлебо и Зрелище Вот чем Жил Рим У времена У нрава И вот Один артист Он должен был Высмеивать Христиан Пока там Прибирали сцену Убирали части тел Значит Он Разыгрывал С другими Артистами Сцену Крещения Один из Артистов Изображал Пресс-питера Христианского То есть Они И все это Конечно Подавали Христианство Совершенно Как Нелепую Секту Которая Достойна Презрения И прочее Но Самое Интересное Это Видимо Артист Был Настоящий Артист Который Интересовался Ролью Внимательно И он Имел Возможность Побеседовать С теми Кого Бросают Ко львам Пока они Еще живы Чтобы узнать Об их вероучениях Как они Разговаривают О чем они Говорят Как они Молятся Как Бог Их Выбитит Он хотел Выяснить И вы знаете Он задумался Над этим Вопросом Увидев Как христиане Воспевая Христа Гимны Бога Умирают Когда И вот Момент Как он Разыгрывал С крещением И вдруг Этот артист Выходит из воды И он Говорит Такой Импровизированный Бассейн И он говорит Я вижу Христа Я вижу Сейчас Он прямо здесь Иисус Христос Все Вначале Ха-ха-ха Ну как бы Очередной прикол Какой-то А он Так убедительный Что уже Людям было Уже нет смеха Ему говорят Заткнись Все Хватит Ты уже Разыгрался Артист Далой его Отсюда Он уже Христианство Распространяет Что ли И в конце концов Он Настолько убедительно Говорил Что Христос Здесь Люди начинали Верить Им было уже Не по себе Знаете ли Гамбургеры И Попкорн Уже застревал У них Давайте Быстрее меняйте сцену Убирайте Это все И Выгнали Христиан На арену Львов Этот артист Остался С христианами До последнего И его Съели Эти Разорвали Эти хищники Значит Вы знаете Интересная история Вот тут Про чекиста В Грузии Он покаялся И потом Собрали На заседании КГБ Грузинской ТСР Значит И Значит Был вопрос о ликвидации физической Этого Агента Внедренного Он много знает Как бы Информации И Что значит Теперь он Уже угрозу представляет Для системы Потому что Много Агентуры было Вживлено И возможно Что он Кого-то Может быть Сдал бы Допустим Да Информацию Какую-то И вот Было решено О ликвидации И Набрали Людей Для этой Команда Должна была Его физически Ликвидировать Вначале Была попытка Неудачная Как ни странно Хотя Все должно было Сработать Значит Автомобиль Этого Служителя Значит Был Так Как бы Отремонтирован Что Он должен был Просто сорваться И разбиться Но Почему-то Не разбился Они были Немного В недоумении Потом Пришлось Разбить Я Просто Слышал Звезды Человек Который Был Один из Ликвидаторов Участвовавший В ликвидации Этого человека Значит Тоже Он был тогда Званием майора По-моему КГБ И Пришлось Сделать Хорошую Катастрофу Не просто Случай Несчастный А уже Разбить Даже Пожертвовать Вот Эта фура Перевозит Топливо Которое ЦСР Пришлось Бензовоз Большой Пришлось Его Чтобы Сделать Большую Катастрофу И Второй раз Был удачный Тот пастер Сгорел В машине Своей Во время Этой катастрофы Мы ехали Обратно После этого Дела Это было Еще 70 Какой-то год Мы ехали Обратно Говорит Уже Молчали Никто не разговаривал По сути Потому что Они друг за другом Еще следили Чекистская система Такая гнилая Вообще система Мой дедушка Был старым чекистом Не мог узнать Эту систему Чуть-чуть Он был Полковником НКВД Еще до войны И старых чекистов И Знаете Что интересно В этой гнилой системе Они были подобраны Эти ребята Так Ну мы ребята Уже взрослые Мужчины Были подобраны Так Чтобы Как бы Они Сами задумались Что Будет дальше С ними Самими Вот И Потом Союз Разрушился Слава Богу Безбожный Союз Пал И Знаете Некоторые Судьба некоторых Неизвестна Людей Некоторые из них Покаялись Вот Один Испокаившийся Сегодня он Служитель В Песятнижском Братстве Бывший чекист И он говорит Что Дух Он был сорняком На огороде Царства Да Но Дух-то казался Он Что То есть Он как бы Всячески Он противился Чтобы не Не раскаяться Всячески Противился Этому Но Потом Однажды Покаялся Слава Богу Знаете Господь Если бы Я знал Я знал Что Допустим Я В команде Воровать Нечиста Руков Я бы Я бы Никогда Кассу Не доверил Церковно Мне Не хватило Б Веры Не знаю Как бы Кассу Лавр Говорот Пусти Представляете А такое ощущение Что Иисус Вот так И поступал Хочешь На Бери Реализуйся В плохом Или В хорошем Прояви себя Покажи себя Значит Слабо Вот Кассу носить Вору Дал Значит Дал носить Эту кассу Церковную Конечно Но это было Я думаю Даже для Иуды Думаю Где-то даже Повод к сомнению Может быть А тот ли он За кого себя выдает Потому что Если бы он знал Все наверное Точно Забрал бы у меня Последние эти Но Иисус был именно тот За кого он себя выдавал Он был Богом Так только Бог Могу поступить Только Бог мог так поступить Человек так не поступил Никогда вообще Он дает каждому Возможность И В Царстве Божьем В Церкви Христовой Конечно Мы видим Из притчи Иисуса Очень много разных проблем Не только Невод Евангелия Забирает Из этого Бушующего моря Погибающего Да Рыбу Хорошую Но и негодную Но и плохую рыбу То есть Всякую Хорошую Собрали В сосуды Негодную Выбросят Хотя Все было в сети Все было в одном собрании Все было в одном Улове Царства Евангелия Небодом Евангелия Да Все было выловлено Но потом будет сортировочка Значит И сорняками тоже Те которые останутся сорняками Значит Ну разговор будет очень жесткий Такой конечно же Вот И мы знаем это И также Женщина Бросившая Закваску В три меры муки Пока не вскисло Все Это Если брать Еврейскую систему Толкований Это очень плохой знак Значит Все будет сквашено Все будет Просто заквашено И уничтожено По сути Но Господь Даже в такой ситуации Он остается Оптимистом Смотря на Царство свое Без розовых очков Знаете Реальности в глаза Однако же Он полон оптимизма Несмотря ни на что И Устами Помазанника своего Павла Он Говорит К своей церкви Я хочу прочесть Из первого послания Коринф Есть Такие слова Первый Коринф Пятая глава Седьмой стих Ну Можно перед тем Еще там Написано Что мало закваска Квасит все тесто Написано Значит И вот Седьмой стих Итак Очистите старую закваску Чтобы быть вам Новым тестом Так как вы Безквасны Ибо Пасха Наша Христос Заклон за нас Посему Станем праздновать Не со старую закваску Не закваску Порок и лукавство Но сопрестниками Чистоты И истины И дальше Как раз говорится О заквашивании Именно грехом Знаете В контексте Церкви Грех Лжеучение Много Заквасок Всяких Попадает в тело Христа И оно все Вспучивается Оно все Подымается Это образ Нечистоты Начало Седьмого Стиха Звучит Потрясающе Очистите Старую Закваску Чтобы быть Безквасным Новым тестом Как это выглядит Представьте себе Муж Сказал Жене Дорогая Избеки Мне Пирожков Завтра Дорогая Поставила Тесто Жена Тесто Заквасилось Уже пышет И оно уже Поднялось так Что вот уже Все Хорошее тесто Пора Приступать К пирожкам Лепите И вдруг Муж говорит О, слушай Родная Прости Но я передумал Сделай пресное Мне Недрожжевое Тесто Вот что-то Мне хочется Такого Пресненького Такого Давай Вот это же Тесто Из него Что-то такое Сделал Пресное Дорогая Скажет Извини Но уже Позда Как я Отделю Одного Другого Вот примерно Тоже самое Господь говорит Вскисли Ничего Отделите Закваску Сделайте Чистую Интересно Как это возможно Богу это возможно Человекам Это не под силу И вообще Я считаю Реформация Как раз Куда ленит Закваски Это чудо Когда Бог Из Такого Горделивого Кулича Нашей греховности Делает Матцу Чистоты И правильности Как это Не один Пекарь Здесь Все Все Бессильно Невозможно Это Но невозможно Человекам Возможно Богу Если мы Смиримся Если мы Каемся Если мы Действительно Отрекаемся От закваски Работаем Над ошибками Если мы доверяем Нашему Господу Бог совершает Чудеса И мы Приобретаем Опресники Чистоты И истины Мы становимся Опресником Чистоты И истины И закваска Порока Написано И лукавство Она уходит От нас Спасибо Слава Богу Друзья мои И Ты может Подумаешь У меня нет Закваски Это кажется В действительности Копниг Лучше Есть Разные Закваски Есть закваски Фарисейские Садукейские Иродовые Закваска Иродова Это Ну тот же самый Цезарепатризм Политиканство Церковное Заигрывание Сильными Века сего Фарисейское Которое С лицемерием Мы знаем Да Из Писания Можно о каждой Закваске Из Библии Говорить Ну как бы Более детально Но я сейчас Хочу обо всем этом Так вкупе Обобщиться Что закваска Это то что Противится Божьему Слову Божьему Постановлению И в наших Судьбах В нашей жизни Действительно Копнуть Очень много Этой закваски И нужно Отделять Да и по сути Вся жизнь Наша Это отделение Этой закваски Вся жизнь Наша Это процесс Люкер Назвал Жизнь Нашу Христианскую Непрерывным Покаянием Каждодневным Исповеданием Каждодневным Покаянием Это очень мудро сказано На самом деле Потому как Если Мы Перестаем Ощущать Нищету Духовную Если мы Начинаем думать Что мы уже Разбогатели Если мы думаем Что мы уже Достигли И ни в чем Не имеем нужды То Библия Называет это Состояние Несчастным Несчастен И нищ И слеп Инак То есть Человек Который Не работает Над ошибками Об очищении Прежних Грехов Своих Забыл Он Неизбежно Закваска Приходит в действие Ты скажешь А у меня ее мало Осталось уже В принципе Я по большому счету Во многом чист Но это малое Оно начинает бродить В тебе И поэтому Пока мы на земле Нужно всегда Прилагать усилия Определенные Каждый день И от дембельских Настроений Таких Пусть Господь Нас помилует Знаете ли Когда уже Мы перешагиваем Черту Уже последнюю Финишную Тогда уже Все Когда уже С Господом Будем только Тогда уже Можно расслабиться На небесах Но не раньше Ни в коем случае Я знаю Как расслаблялись Порые братья И потом И сестры падали И по себе знаю Как только расслабишься Где-то Не пободрствуешь Падаешь И потом Господь помилуй Что это такое Это закваска Начинает квасить Я удивлялся Как порой Прежние Некоторые Вот эти Грехи Которые казалось бы Уже Все похоронены Уже Уже Не вспоминают Даже о том Начинают О себе Заявлять Я удивляюсь Как порой Наследственные Какие-то проклятия О которых Даже уже не думаешь Начинают Как-то Квасить Действовать Вдруг узнаешь В себе Допустим То что в детстве Ненавидел Во взрослых Это что такое Это значит Приходит проклятие Которое Начинает Ну убивать тебя Закваска Это квасить Начинает Боже мой Да не будет такого И Надо принадлежать Усилия определенные Во-первых Осознавая Нищету духовную То есть что сам Без него не сможет сделать Исповедание Выявление Восвет Всего этого Да Говоришь Богу Господь Да Я не могу С этим справиться Ты помоги мне Благостави меня Очисти меня И Знаете Такими вещами Происходят чудеса Таким путем Происходят чудеса В личной жизни Каждого верующего В жизни Поместных церквей В жизни Целых Динаминаций Есть грехи Отдельных христиан Есть закваска В жизни В судьбах Отдельных верующих Есть закваска В судьбах И В судьбах Целых поместных церквей И даже Динаминаций Есть разная закваска И поверьте Очень сложно порой На самом деле Освободиться От Вот этих таких Тянущихся Через многие столетия Порой даже Этих проклятий Что касается Реформации Православной церкви Я скажу Приходится Очень сложно Потому что Уже тысячу лет Полторы тысячи лет Тянется Вот этот след И Знаете ли И он настигает Порой И квасит Проблема Атисметизма Которая касалась Вчера Позавчера Это Вообще Для Вот нас Православных Это как бы Такая Знаете ли Махинеса Это очень большая Проблема На самом деле Вот сегодня Это Наверное Особенно звучит Во время Вот этих дней Поста В традиционном Православии Сейчас идет пост Значит Я не пощусь Сейчас Знаете ли Но Мы постимся Тоже добровольно Как и десятины Мы Наставим На доброходности Вот И Посты у нас Целевые И по Разным Таким вопросам Нужным Вот Обязаловки Такой Мы стараемся Избегать Извиняюсь И Так вот Что интересно Во время Копоста Великого Как раз В традиционном Православии Очень много Проклинаются Евреи Проклинается Еврейский народ От лица Молящихся Священники Повторяют Слова Проклятия Делают это Не просто Даже В силу Традиции Большинство Священников Даже не задумываются Над тем Большинство Священников Даже Особо Внимание Не акцентируют На том Что они Это делают А если Замечают То стараются Так вот Избегать Конфликта Внутреннего И Священники Обычно Мне Как говорят Эту тему Что Не мы Это придумали Не нам Это отменять До нас Положено Или жену Во веки веков Некоторые Священники Говорят Так Грех Будет на тех Кто это Все придумал А мы Лишь Винтики В этом Механизме Мы Лишь Маленькие Знаете Такие От нас Ничего Не зависит Ровным Счетом Некоторые Мне Священники Даже Говорили Уплекали Говорили Ну Кому То Русской Православной Церкви Я не был Реформаторским Обновленческим Священником Я был Обычным Батюшкой Сельским Батюшкой И В общем Мне нравилась Моя работа Очень сильно Нравилась Кадила Махать Мне очень Нравилась Храмовая Благочесть Я очень Знаете Это было По призванию Я очень Любил Это дело И Знаете Так вот И Казалось бы Вот уже Все есть Как бы Храм Который Я мог Мечтать Только На самом Деле Все было Церковный Дом Жена Красавица Двое детей Батюшка Такой Знаете В почете Все хорошо Как бы Теперь Живи Почивай Добра Наживай Но Знаете Что интересно Так вот Одно Мешало Бог Вот А так Все хорошо Знаете Одна Проблема Бог Вот Так Он Есть Знаете Он Есть Такий Бог На Свете Знаете И без Него Как бы И храм Не храм И Ничто Не радовало Знаете Я был похож на Того монаха Который Говорил Даже В средние Века Господи Если Ты Вездесущий Как Так Получается Что Я Каждый Раз Оказываюсь Там Где Тебя Нет Вот Нечто Подобное Такое Было В моей Семье И Моей Личной Христианской Жизни И Я Бога Благодарю Что Тогда Он Меня Вывел Из Системы Определенно Религиозной И Некоторые Священники Говорят Ну Кому Что Ты Ушел С Того Храма На Твое Место Поставили Другого Батюшку Который Исполняет Те же Традиции Вот И Он Это Все Читает Но Во-первых Я Не Имел Как Бо Цели Кому Что Доказывать У У Одна Проблема Я Вот И Мой Бог И Значит И Моя Семья И Знаете Эрна Штеггера Почитав Тогда Проповедь В 1996 Время Начаться С Дома Божьего Там Есть Такой Эпизод Интересный У меня Тогда Коснулся Помню Когда Одному Пастору Где-то Там В Южной Африке Во сне Бог Сказал Три Вопроса Задал Ему Когда Ты умрешь Где Ты будешь Потом Когда Умрет Твоя Семья Где Она Будет Потом Когда Умрут Прихожане Где Они Будут На Все Три Вопроса Он Не Мог Ничего Ответить При Людмире Он Что Сказал Но Пред Богом Он Не Мог Ничего Говорить Его Уста Все Закрыли И он Проснулся В ужасе И он Рассказал Это Как Мог А потом Скорботишь И скончался И вот Эрна Дает Такой Вопрос Ставит Как Задает Читателю И Знаете Я Батюшка В селе Я читаю Это свидетельство И думаю Стоп А вот Если Мне Так Пред Богом Пристать А ведь Рано Или Поздно Придется Пристать Где Я Буду Когда Закончится Жизнь Где Будет Моя Семья Моя Жена Дети Где Будут Мои Прихожане У меня Были Неутешительные Очень Такие Ответы И Уже Все Остальное Было Немило Знаете Лен Когда Благочинному Я рассказал Он приехал ко мне Благочинный Ну Священник По этому Региону Старший На мой начальник Непосредственно Будем так говорить И Я рассказал ему Что так Вот так Что Отец Василий Ну При всем уважении Извините Но Просто По идейным Соображениям Не могу Больше Оставаться В рядах Русской Православной Церкви А чем Ты будешь Заниматься Ты Дурак Люди Ржутся На это место А ты Чем будешь Заниматься Вообще По сектам Ходить Вообще Чего ты Тяжелее ходил И не поднимаешь Ничего А чем Ну Чем будешь Зарабатывать Вообще И И дом Оставишь Ну Понятно Церковный дом Вот Значит И Это как Предложили прыгнуть С парашютом Первый раз И не знаешь Откроется ли И вообще И это ночью И Неизвестно На чем Тебя выбросит Вообще Это Короче Больше вопросов Чем ответов Вот И Ну прыгать надо Знаешь одно Потому что Самолет Больше оставаться Точно грохнется И Беда Уже Крутой пике Вот У тебя шансов В общем-то Ну как бы В принципе Выбор невеликий Я понимаю Что если бы я остался в системе Мне Поро страшно представить Если бы я тогда бы Ну остался бы в системе И до сих пор бы Кадила бахал бы На приходе бы И думал что-то правильно Печатал у покойников И как бы Успокаивал бы свою совесть Крестил бы младенцев И Думал бы Ну как бы Ладно Стерпится Слюбится Все-таки Может как-то там Из них кто-то там И придет к вере однажды Или как ни один батюшка В Москве говорил Уже покойный уже Что Ну я сам К мощам Когда там Привозили в епархию Всех священников собирали Ну я как-то С фигой в кармане К мощам подхожил Значит все-таки Вот А другой раз там Икону Ключотворную основали Ну я как-то Домой приходил Ну каюсь Типа Все-таки она вертится Знаете ли Как Галилео Галилей Да Но Знаете ли И Не хотелось бы Быть в такой шкуре Не дай Боже Знаете ли Я понимаю Почему много Наших братов Священников Спивается Не от хорошей жизни А то что Мозги надо куда-то отключить Потому что Это мешает И вот эта закваска Знаете ли Она Это Ну наверное Самая гадкая Любой аферизм Это Это гадкая Но Религиозный аферизм Это вдвойне гадкая Потому что Религиозный аферизм Наживается на Самых светлых Чувствах человека На самых светлых Таких Знаете ли Мотивах Что ли Человека Поэтому Знаете ли Быть аферистом Религиозным Очень не хотелось бы И Я поэтому Даже не знал Куда Что Принкнем мы Ну было желание Конечно Первый месяц Особенно Принкнуть Какой-то деноминации Какой-то церкви Прибиться Знаете ли Я не думал Николай там Лидером Каким-то пастором Не-не-не Я уже как бы На пасторство Сохватит Вот значит Два раза Воды тоже Вступать Думаю не буду Николай И вот значит И Что интересно Мы ходили туда Туда интересовались Но больше Находили Вот с женой вместе Вдвоем Вот в общении Как бы находили Вот этой Ну Божьей милости Так вы будете Так говорить И И знаете И Потом Бог призвал К реформаторскому Православному служению И И когда Был призыв В Киеве Мы Переехали В Украину И Украина Стала Нашей второй Родиной Вот где Как реформатор Я состоялся И Знаете И было Подумал я Уже в Киеве Думаю Ну не все так плохо Я был батюшкой Вот Бог меня спас Слава Богу Как бы все хорошо Но я было Стал забывать Вот эту Закваску Так снова Напомнилось Об этом Все Рано или поздно Враг Напоминает Об этом Закваске Знаете ли Не в одно Так в другой Форме Не важно И вот Однажды Я видел сон Когда Ну перед тем Я так как бы Немного осудил Женщину Одну Которая умирала От наркотиков Она была Очень страшная Такая Знаете Вот Ну Это Ну грех Никого не красит Конечно Но это был случай Такой Ну самый Такой для меня Страшный В жизни Вот Она была голой Фактически Но и кожи На ней тоже Мало было Вот И значит На ногах Кости были видны Уже Вот То есть Ну она была Гнилая Как она была живая Я не знаю Вообще Под ней кровать Она как Большой памперс Вонища такая была В квартире Там Куда мне привели Помолиться за нее Знаете Я думал Что это Как будто там Покойник Уже лежал давно Она была живая Вот к ужасу своему И У нее глотка Уже прогнила Уже тогда И значит И она могла только Глазами моргать И вот И руками Рукой Не всей рукой А пальцами на руке Шевелить И все Больше в ней ничего не работало Представляете Вот Она имела Огромный стаж героина И значит Когда-то была Из крутых Но Дьявол так унизил Вообще Что Просто диву даешься И вот Она каковалась Еще тогда Еще в присоюзе Когда еще не было Наркоманов официально Ну там С такими Блатными Элитными Ну это мне потом рассказали Эту историю Все Эта женщина Ну и когда я приехал домой Уже Я подумал Ну думаю Слава Богу Что я не был Как некоторые люди Там В таком Ужасном состоянии Ну конечно Я попросил прощения О Бога За то что Судил Но Думаю Ну все таки Ну как бы В этом не искать права Но Знаете Интересно Во сне Бог показал Той же ночью Показал Ту грязь Которую Он меня вытащил Вот эту Закваску Эту грязь Религиозного Оккультизма Многобожия И длопоконство Многих других Вещей этих Знаете Та женщина была Гнилая снаружи А я Оказывается Был гнилой Весь внутри Мой фасад Был хороший Закваска Она удивительная вещь Она дает возможность Человеку быть Как бы Хорошим фасадом Да Но внутри Уродует Есть Уроды Внешние Да Есть уроды внутренние Вот Закваска Это Как бы Стать уродом Внутренним Моральным уродом Уродом внутри Изуродов Внешне Вроде нормальным Даже больше Больше чем нормально И это Ужасно И Знаете Что Господа Братья Сестры Закваска Может работать В любой Динаминации Это Действительно Это не то Что Подумать Что Это только Удел Допустим Для православных Или для готовников Допустим Да Хорошо так думать Конечно До поры Но Знаете Потом человек Сталкивается Все равно Что Эта проблема Она универсальна И Мы тело Христа Хотим мы это Или не хотим Вот И Когда Один человек Страдает Все тело страдает И все это Аукается По всему телу Христа И знаете Друзья То есть Мы в одной Подводной лодке Нам нужно как-то Вместе спасаться Вот А не топить Друг друга Знаете Вот Ну Правда в этом И Конечно Даже поэтому Молиться друг за друга Потому как Осуждение Мы ослепляемся Просто И как бы Начинаем думать О себе лучше Чем Оно Того Достоин И Друзья Допустим Некоторые протестанты Я много слышал такого В Киеве Начинали говорить При виде батюшки Я захотелся в реакции С крестом Они говорят О, к нам и батюшки Теперь ходят Слава Богу Как бы Вот Значит Пусть они покаются Вот Эти православные Там иконы целуют Там что-то еще Ну как бы Понимаете Идолопоклонство Да В православе Да Оно такое К сожалению Такая Вульгарная форма Заболевания Как бы Там не увидеть это Нельзя просто Это слепым быть совсем Вот Христоматийное Идолопоклонство Когда люди целуют Мощи Предыконой Остаются на колени Целуют ее Значит Там Когда Перед ней свечки Выжигают Перед иконой Как бы Якобы Жертва Богу Это как бы Такие христоматии Это вульгарная форма Идолопоклонства Конечно Это проклятие Никто не спорит Но Знаете Осуждение Мало чем Можно помочь Здесь Здесь нужно На самом деле Если говоришь Об этой проблеме Нужно говорить Ну на самом деле И давать выход Определенный Знаете Или помочь Людям Выйти И Это очень сложно Поверьте Очень сложно Я по живому Отрывал себя Как бы От этого всего Мы с женой Очень Но трудно Переживали это Все это кажется Просто Кажется просто На самом деле Не так просто Или допустим Там молитва Допустим Там Умершего святым Многим К ней так прикипаешь Что не так-то просто Это все вырвать Но это как бы Вульгарная форма Заболевания Но есть Та же болезнь Только скрытая Которая Можно быть В любой динаминации И то же самое блюдо По другим соусам Написано Любостяжание Есть То же самое Любостяжание То же самое Что идолопоклонник Идолослушитель Получается Что Любостяжание Это славянское слово Его сейчас мы не употребляем Так Буквально Жадность Жадина Жадина Каверина Это уже Любостяжатель Любовь к стяжанию То есть Когда человек Он из всего Пытается материальную Выгоду извлечь И это В глазах Бога То же самое Что там Икону целоваться И крест И мощи Понимаете ли И Я допустим Вот тогда 2000 год 2001 год В Киеве Тоже пережил Такой стресс Я видел Как многие братья Служители Христиане Евангельские Протестанты Они Перед тем Они Они говорили об Иисусе И с энтузиазмом И потом С таким же огоньком Они говорили О пирамидах Финансовых Вовлекали Неокрепшие души В эти структуры Значит Как бы И уже Приходя на собрание Уже смотрели Друг на друга Как бы Кинь ближний Пока ближний Не кинул тебя Как бы По такому Как бы принципу А ведь Это И в Украине Такое шикарное Пробуждение было Тогда И оно было Остановлено Не репрессиями Не к львам Бросали христиан Нет Мамона Сделало то Что львы Не могли бы сделать Там львы В шоке А львы Могут только Львы Там погрыз Снаружи А это Изнутри Убивает христиан Представляете И Потом Получалось так Что Проблемы Эти Они убивали Целые церкви Большие церкви На глазах Рассыпалось В 2003 году Я был По этому поводу Даже Как бы Такой Легкой Депрессии И Меня пытались Вводить В религиозные Структуры Такие Пратестанские Чтобы я был Где-то тоже Там В этих Системах Предлагались Бешеные проценты Если я буду Где-то Хахта Там Допустим В этих Учредителях Или там Что-то еще И Говорилось Даже Не о Сколько-то Процентов А Говорилось О 200 Процентов Даже Мне один из Постарей Я прилагал 200% Даже Годовых Это что Наркобизнес Я не знаю Какой бизнес Можно давать Строгать Мой дедушка Был банкиром Управляющим Рижским банком И он У него Четыре высших Образования Последние Финансовые Но он Пошли Финансист Вообще И он Когда Если прилагать Больше Чуть больше Особо верить Не стоит Вообще Если прилагать Намного больше Вообще Не верить Значит Даже человек Может искренне Говорить тебе Но Он сам Обман Просто Потому что Есть закон В мире Вообще Любой закон Надо уважать А есть закон Финансов Денег Он тоже закон И он работает Как гравитация Закон Независимо Веришь Или не веришь Нужно просто Изучить этот закон И действовать В рамках этого Закона Вот И понимать И знаете Что друзья Скажу Что конечно Я подумал Было Тогда Думаю Ну что ж Я От волков Опятился На медведя Нормался Думаю Хрен Редьки не слаще Как бы Не для того Я выходил Из РПЦ Чтобы зарабатывать Деньги Я мог бы Намного более Спокойнее И больше Зарабатывать Находясь РПЦ Священником И плюс Еще Под крышей Более надежный Вот Как бы Знаете Там КГБ Милиции Все Все схвачено Политика Как бы Понимаете А здесь Еще так Шатко И валко Непонятно Вообще Если Быть афилистом Так уж По полной программе Чем Вот так Вот У протестантов Слава Получается Нет Ну это Я не в обиду Наоборот Слава Богу Бог не дает Загнить Телу своему Он Он просто Протрезвеляет Многих христиан Слава Богу За все Знаете Друзья Честно говоря Даже Вот тогда В четвертом году Мы уехали С Украины Именно Потому что Я не мог Больше видеть Как священнослужитель Развал Который В христианстве Тогда В украинском Наступил К сожалению Это было больно Еще было далеко До этих Катастроф Больших Финансовых Там Значит Но Было больно Видеть К чему Это все Идет Вообще И Знаете Друзья Скажу Что Бог Дает всем Возможность Покаяться Восстановиться Абсолютно Всем И Он Дает Шанс И православным И протестантам И католикам Всем Всем Просто покаяться Обратиться Я Я вспоминаю Одного Священника Вот Я собираюсь Даст Бог Если попаду В этом году В Прагу В Чехию Там будет конференция Посвящена Именно Реформации Чешской И Яну Гусу И знаете Интересно Этот Ян Гус Чешский реформатор Все слышали Да Застолье Толютера Один из предтеч Великой реформации 16 столетия Судьба его Трагично Оборвалась Да Он был Сожжен на костре Инквизиции католической Но Что интересно Он писал о себе Что Он Стал священником В свое время Не потому что Он был так сильно Набожен Он был в меру Религиозен Как в принципе Его все современники Он стал священником Потому что Не хотел работать Хотел зарабатывать Не хотел физически трудиться Хотел иметь уважение Тяжелее хотел Не поднимешь ничего Как бы Значит И денежка тебе Значит Там как бы Вот Постоянно Все это пьяно Значит Да И Знаете Или как бы И люди там Шапки ломают Перед тобой Значит Ты как бы Авторитет такой имеешь Не дворянин Но как бы Под него Значит И И как бы Он Когда пас гусей Он смотрел На этих батюшек Думал Вот хорошо живут Вот так бы Мне пожить Работать Не хочу Хочу Деньги иметь И почет И он пошел В семинарию И пробился Парень Значит Пробился Значит Стал батюшкой Был очень доволен У него И хлеба Да Хлиба Значит И все как бы Есть Значит Почет Батюшка В Праге Слушает Уже Все хорошо Да вот Проблема есть Одна Бог Да И читая Евангелие Он В том Прага Бурлила Ой-ой-ой Там Знаете ли Королева Чешская Там вообще Многие студенты Чешские Ребята Они учились В Англии В Линконшире Значит Там В самом Лондоне Там еще В других городах Были Чехи Проживали Молодежь Студенчества И Они возвращались Они слушали Проповеди Вильям Как его Вот эти Лоларды Чьи ученики Я забыл Как его звали Забыл Такой Английский Реформатор Кто Библию переводил Англии Может кто-то помнит Джон Уиклиф Джон Уиклиф Как же мог забыть А слушайте Виклифист Еще другое название Такое В народе было Виклифист Джон Уиклиф Он Священник Католической церкви Традиционной Да, тогда не было Другой церкви В Европе Вот Который пошел Путем реформации От традиционализма К Евангелию То есть Это был Один из Величайших Предтеч Реформации Но у него Необычная судьба Была для предтеч Он умер Своей смертью Его сожгли Но после смерти Уже Посмертно Когда Папа Римского Прибыла делегация Монахи С документом Все Мы ничего не знаем Папа приказал Жечь Виклиф И ему говорят Он уже умер Вот могил Не знаю ничего Раскапывайте Ну ладно Раскопали Что теперь делать Тащите его бренное тело В зал суда Кошмар Это было Наверное Но я больше в истории Не встречал таких Процессов судебных Знаете ли Интересно Есть такая программа Как бы Называется В зале суда Как там Как это называется Час сюда Час сюда Там сюда Представьте Раскопали Труп Принесли бы Такого еще не было Такого программа Надо предложить С элементами ужаса Да Значит И у меня есть Пару сценариев Таких ужасников Если в Голливуде Будет кризис жанра Пусть призовут Отца Сергия Он им подскажет Пару ужасников Та ночь Значит И знаете ли Что интересно И принесли труп Облаченным Во все священнической одежды Его облачили Значит У него был Даже адвокат свой Подсудимый Упрямо молчал Видимо Молчание Знак согласия Видимо Так расценивали В конце концов Приговор был оглашен Сжечь на костре Ну как бы Подсудимый Особо не расстроился Даже никак не выразил Протест на своем Один стол Его труп взяли Зачитали приговор Народ собрался Все там Что такое Ватикане вообще Чем они занимаются Батюшки Вот И сожгли труп Да Интересно Но Джон Уиклиф Он именно Посеял семинар информации Который Прошло больше 100 лет Но они дали Всход хороший Слава Богу От традиционализма К Евангелию Это потрясающий Реформатор был Ну это тема отдельная Ну так вот Иян Гус Вот Был сырником А Бог Сделал его Злаком У нас Батюшка один Присоединился В прошлом году К нам К нашему братству С Румынии Он был священником Румынской Традиционной Такой православной церкви Теперь В Бухаристе У нас церковь Реформаторская Такая румынская Церковь православная И Отец Богдан Ионеско Вот был афериста Он там Такие вещи рассказывал Наши люди Покатывались Там все Он на румынском И братья переводили На русский язык Потрясающее свидетельство Вот Пройдуха был еще тот Значит Зарабатывал На всем Значит Был игуменом Настоятелька монастыря Одного румынского На короткой ноге Значит Там с митрополитом Значит Даже к патриарху Был вхож иногда Вот как бы Значит Ну Не последнее лицо Был в своей Структуре Румынской Православной церкви Да вот одна проблема Бог Знаете Он познакомился С евангельскими христианами Вначале презирая их А потом Услышав кое-что Душа его была пуста Он пытался алкоголем Залить это Все Эти попойки Орги Это пьянство Это все Знаете Не давало ему ответа Внутри все равно пустота И в конце концов Он сдался И он с братьями Встал на колени Однажды помолился Ему в патриархии Один из секретарей сказал Сумасшедший Ты черт Оставляешь все и должность И монастырь И все Да Слагает полномочия Его готовили в Епирской Пурмонской церкви Он сложил все полномочия Оставил все Но знаете ли Друзья мои Думаю Слава Богу Господь сейчас готовит Кадры реформации Бог приготовляет И Он дает возможность Всем людям покаяться И достичь познания истины Первая Тимофея Вторая глава Бог хочет Что все люди спаслись И достигли познания истины А дальше сказано В пятом стихе Ибо един Бог Един посредник Между Богом И человеком Человек Христос Иисус Для спасения Людей всех Бог приготовил Путь спасения Который сам Иисус Христос Аминь Друзья мои Я надеюсь Что Не последний Принес сюда Далеко не последний Работает много Непочный край Но я знаете что Я говорил это В первой двери Вечер тоже Я молюсь о том Прошу вас молиться Чтобы здесь В южном округе Чтобы Господь Поднял своих делателей Чтобы те Может быть сорняки В царстве Которые сейчас Прозыпают Чтобы они покаялись Каким образом Стали хорошими Злаками И с другой стороны Чтобы Бог Выслал своих делателей На свою жатву великую Он знает Эти души Он знает Тех людей Которых Он приготовил Для этого служения Очень непростого служения А задача одна Спасти грешников Принести спасение Многие люди Из-за того что Средства массовой информации Такой образ врага Такой создают Знаете В лице протестантов Как сектантов Многие люди Поэтому шарахаются От Неванглосих христиан От баптистов От харизматов От бесятников Люди Часто заложники Вот этого Зомби ящика Знаете ли Люди Люди порой Как бы просто Не имеют своего мнения А живут тем Что им скажут По этому ящику Это ужасно Конечно Но Знаете ли Не надо спешить Судить этих людей Но Знаете Будем молиться За покаяние людей И чтобы Господь Выслал своих делателей И я знаю Что в рясах С крестами На груди Должны выйти Здесь сотни И тысячи Даже священников По России Которые принесут Евангелие Иисуса Христа К погибающему поколению Достичь Ведь самое основное Чтобы люди были спасены А потом Для спасенных Достичь познания истины Достигать Познания истины Друзья Я думаю Что священники В рясах С крестами На груди Священники Евангелисты Священники И учителя Пастыри Должны подняться В это время Сейчас наша епархия В Киеве В Украине растет Слава Богу Пусть немного Но прирастает Мало кто Из батюшек Пока присоединяются Очень мало Единицы Пока присоединяются В основном Священники наши новые Это те Кого уже Кто Кого Бог Взращивает В наших церквях Это священники Уже нового поколения Те которые Не были в традиционном Православии Которые вырастают И я их руку полагаю Наши епископы И они трудятся В города В селах Некоторые И я вижу Что Вот Самое главное Плод Спасенной души Самое основное Пусть у нас нет Храмов с куполами С крестами Но Как на Руси говорили В 15 веке еще Мил Сорский Восиан Патрикеев Говорили Храм не из бревен А храм из ребер Живой человек Живая душа Вот храм Божий Если люди будут спасены Это самое главное Друзья Но для тех кто спасен Достичь познания истины Достичь познания истины Как Господь нас достиг Так и мы должны достичь его Удивительно Пример такой Иллюстрации Там на кафедре Как раз На служении вчера Звезда Давида На флаге Израиля Хорошее напоминание такое Два треугольника Вверхом вниз Острием и острием Вверх и острием вниз Бог и человек Ищут друг друга Достигают друг друга И красиво Когда это гармонично Когда мы Наше Соединяется с Божественным Когда мы вместе Устремление человека вверх И Бога Устремление к нам К людям Слава Богу Пусть в нашей жизни это будет И конечно прошу ваших молитв Потому что Время смутное Пугать не хочу Но скажу Что на самом деле Мы видим К чему сейчас Идет политика Сегодня Чекисты Коммунисты И все прочие И же с ними фашисты Заявляют По сути Ну почти все Только на разный манер Одно и то же В принципе Идет речь о возрождении Некого такого Безбожного союза Вот И Есть разные Понимания Конечно Может кто видел фильм Иерусалим Обратный отчет Он на русском Еще Только должен выйти На английском Он уже есть уже У кого с английским Хоть немного У меня плохой английский Но моего хватило английского Там все По Библии Там все понятно В принципе Вот Уже Jesus Christ Знаете что было Да О май гад Знаете Все основное Поймете сами Вот Все понятно Потому что По писанию Восхищение церкви Это снято По книге В прошлом году При малом бюджете С такими эффектами Что там 2012 отдыхает Местами Местами Потрясающе И Знаете что интересно Сняли христиане По книге Джона Хейки Это Баптистский пастор С Техаса Который очень много Учит О последних временах Это его Как бы Откровение И По книге Откровение Иисуса Христа Он очень много Книг написал Бестселлеры Перездающиеся Большими тиражами И конечно О судьбе России Там Очень так Ну Нелестно Земля Роша Бывало Должна Исполнить В последние дни Страшные Прочества Библейские Но с другой стороны Я убежден Что Бог Сегодня дает Время благодати Даже Про Нинебию Про которую Было сказано Конкретно Все Суд Была милость Божья Знаете Господь Он милостив И перед тем В первом посаде К Тимофею Перед тем Когда написано Что Бог Еще все спастились Он призывает Уставим Мазание После Павла Молиться За весь народ За всех В особенности Молиться Выделяет В третьем стихе Молиться За власти Начальствующих Чтобы жить В безмотежной Чистоте Кого бы сегодня Для России Не избрала Мы не знаем Скоро почитаем Скажут Кого избрала Россия Но Мы будем молиться Какая бы власть Ни была Мы будем молиться Будем за начальствующих Всех молиться Потому что Знаете Если даже Придет Самые Идеальные Люди наверх Но если Бог Не благословит Если Не будет Эта молитва Знаете Ничего доброго Не будет Но если Будет покаяние Если будет Примирение То будет Все доброе Бог может Вырубить Ситуацию Слава Богу Да Друзья И Закваска Которую я говорил Вначале Это страшная вещь Есть закваска Политическая Есть закваска Религиозная Есть Разного Закваски Но Господь Хочет Видеть нас Опресником Мы себе Принимали Моцу Опресники Мы себе Причащались Моцой Это очень хорошо Мне очень нравится Я бываю В разных церквях По разным Бывают причастия Но мне очень нравится Я сам стараюсь Держаться такого принципа Причащаться Пресником Это знак Чистоты И истины Я хочу быть Таким Отцой В руках Моего Господа Я хочу Чтобы он Смотрел на меня И радовался Не печалился А радовался Добрый и верный раб Води в радость Господа Своего Отец Спасибо тебе За этот день Спасибо за моих Братьев и сестер Спасибо Отец Сущий на небесах За то Что ты Прямо сейчас Господь С нами работаешь И во все дни Наши Спасибо за то Что закваска Твоя Прости Господь Закваска Вражеская Которая в нас Она тобой удаляется Боже Всемогущий Спасибо за то Что Господь Ты Боже Позволяешь нам Боже На самом деле Очищать эту старую Закваску Чтобы быть нам Новым тестом Так как вы Без кваска Написано Ибо Пасха Наша Христос Закнал за нас Боже Всемогущий Спасибо за нашу Пасху Новую Пасху Иисуса Христа Спасибо за Частоту Твою Господь Спасибо за то Что благодатью Мы спасены И это Не от нас Это Твой Божественный Дар Спасибо Тебе За все Благослови Господь Церковь Благослови Господь Пастор Благослови Команду Благослови Господь Боже Церковь Покрова Божьего Да будет так Господь Пусть Твоя шахина Твой покров Пребудет Над всеми нами Аминь Аминь